МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости о НАПА-регион, студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Ближайшие несколько минут о главных событиях прошедшего дня. Товарный запас в каждом объекте мы уточняли от 3 до 7 дней. Продовольственная безопасность и доступные цены. Итоги проверки АНАПских торговых сетей. Нарушение с данного прибора не удаляется, остается в памяти, хранится. Дороги не место для гонок. Сотрудники ДПС получили новое оборудование, предназначенное для фиксации превышения скорости. А тут пошли на прорыв. Танк на ходу несколько раз выстрелил. 75 лет со дня победы. История ветерана Великой Отечественной войны Алексея Петровича Парфенова. Роспотребнадзору выделили почти полтора миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом из резервного фонда правительства России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр нашей страны. По словам Михаила Мишустина, эти средства пойдут в первую очередь на расширение работ по созданию вакцин, а также тестированию и выбору эффективных лекарств. А тем временем в Анапе, помимо профилактических мероприятий, на особом контроле стоят вопросы продовольственной безопасности. Сегодня заместитель главы курорта посетил крупные торговые сети. Эдуард Балмышев проверил соблюдение механизма ценообразования и наличие социально значимых товаров. Все подробности в нашем репортаже. Без лишних промедлений заместитель главы Анапы берет курс к полкам с продуктами первой необходимости. Крупы, хлеб, сахар, молочная продукция – все в наличии и по рекомендованной минимальной цене. Красный выделенный ценник – это социально значимая группа товаров, которая входит в список 900 товароспоряжения губернатора. Быстрым шагом по пути, успевая оценить не только стоимость, но и ассортимент товаров, заместитель главы обходит стеллажи. Продукты в изобилии. Не остается без внимания и то, что хранится на складе. Меня интересует основной вопрос – это продовольственный запас. На сколько дней у вас сейчас на сегодняшний день? Два, три, сколько дней? С учетом того, что у нас ежедневные поставки без перебоев, даже несмотря на это, у нас запас на 3-5 дней. То есть 3-5 дней у вас запас сегодня есть на данном объекте? Именно продуктов, питания. И что немаловажно, большая часть товаров местного кубанского производства. Процентов 80. Процентов 80 – это наша кубанская продукция. В следующем супермаркете Эдуард Балмышев еще раз находит этому подтверждение. Местная продукция – это гарантия и качество, и доступной цены. Очень разный ценовой сегмент, начиная от нашей собственной торговой марки «Красная цена». Товар первой цены – это самый дешевый – 52 рубля 99 копеек за 0,9 литра. И заканчиваем уже более дорогими сортами. Это тоже наша СТМ, селяночка. А кто производитель? Краснодарский край, город Армавер. Ну вот, наш кубанское масло. Нет дефицита продуктов, нет и ажиотажа среди покупателей. А напчане признаются, что не сметают с пола гречку и сахар, приобретают товар по необходимости. Все есть то, что надо. Пришел, взял всегда в любое время и без проблем. Если людям делать нечего, пусть закупают. А что, все есть, пожалуйста. Все есть. И туалетная бумага, и все есть. Так что, все нормально. Товарных запасов нашим магазинам хватило для того, чтобы удовлетворить спрос покупателей и иметь еще переходящий остаток. В настоящее время ситуация совершенно спокойная. РЦ работает у нас в обычном режиме. Нам приходят наши обычные заявки, то, что мы заказываем, и все, весь товар абсолютно получаем. Полки, как вы можете видеть, совершенно полные. После обхода Эдуард Балмышев подводит итог. Ситуация как с продовольственной безопасностью, так и с ценовой политикой под контролем и опасений не вызывает. Мы убедились в том, что товары первой необходимости, социально значимая группа товаров в полном объеме на прилавках. Цены соблюдаются. Наценка 10% по распоряжению губернатора выполняется полностью. Также дополнительно нашими торговыми объектами предусмотрены скидки, проводятся разные акции для населения. Товар в достатке. Товарный запас в каждом объекте мы уточняли от 3 до 7 дней. Еще один немаловажный вопрос – соблюдение требований по профилактике инфекционных заболеваний. Сегодня во всех анапских торговых объектах действует дезинфекционный режим. У нас специальная клининговая компания. Протирают каждые 2 часа по графику. Есть специальный график. Протираем те места, где больше всего люди, как бы ручки, тележки, корзинки, где касаются люди руками. В обычном режиме работают не только магазины, но также рынки и ярмарки-привозы. Здесь, как и всегда, прилавки ломятся от широкого ассортимента продукции местных производителей. Фермеры успокаивают. Овощей и фруктов хватит на всех, а покупатели и не сомневаются. Есть люди, склонные вводить другие заблуждения. Вот они и устраивают эти паники. Паники никакой не надо. Никакой паники нет. Надо просто нормально жить. Тем более, что ситуация ежедневно контролируется специальными мониторинговыми группами администрации города. Это касается как стационарных торговых объектов, так и выездных ярмарок. На привозах точно так же есть ответственное управление сельского хозяйства. Ответственные закреплены за каждой ярмаркой персонально. На каждой ярмарке также мониторятся и цены, и наличие нашего товара. На сегодняшний день ситуация стабильная. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Поезда из Анапы через Крымский мост начнут ходить в Феодосию. Южная пригородная пассажирская компания планирует расширить географию маршрутов уже 11 апреля. Билеты на действующие пригородные маршруты доступны в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания и онлайн, а также в мобильном приложении «В путь». В преддверии 75-летия Победы наша телекомпания продолжает рубрику сюжетов, посвященных анапским ветеранам. Героем следующего репортажа стал Алексей Петрович Парфенов. Он воевал на Прибалтийском, Первом Белорусском, Юго-Западном и Третьем Украинском фронтах, дошел до Берлина и был назначен командиром танковой группы во время прорыва в Латвии. История ветерана Великой Отечественной войны в нашем сюжете. Великая Отечественная война началась, когда Алексею Парфенову только исполнилось 17 лет. Призывного возраста он еще не достиг и принял решение вступить в ряды партизанского отряда, организованного старшим братом в Кемеровской области. Через год Алексей Петрович ушел на фронт, а после обучения сразу на передовую, в составе отдельной маскировочной роты. Как вспоминает ветеран, они с сослуживцами вносили настоящую смуту в ряды фашистов, выманивали противников из укрытий, расставляя фальшивую технику, провоцировали немцев на бомбардировки пустырей, а также маскировали штабы советских солдат. Чтобы их не заметили, работали только по ночам. Бывшая школа, двухэтажная школа, там сделали штаб, резали железные бочки пополам. Вот она такая бочка, ее пополам набивали землей, поднимали наверх, заливали водой, сажали сирень весной. Сирень сажали, она зеленая, все. Короче, это здание, которое было, крыша там покрашена в коричневый. По распоряжению командования Алексей Парфенов переквалифицировался в саперы. 12 января 1944 года он совершил настоящий подвиг в составе разведотряда, обнаружив и обезвредив минное поле под перекрестным пулеметным огнем. Алексей Петрович воевал на Прибалтийском, Первом Белорусском, Юго-Западном и Третьем Украинском фронтах. Дошел до Берлина и был назначен командиром танковой группы во время прорыва в Латвии. Как вспоминает ветеран, уже к концу войны он серьезно заболел, но, несмотря на крупозное воспаление легких, не мог не отправиться в решающие бои. А тут пошли на прорыв. Танк на ходу несколько раз выстрелил. Заезжаем в какой-то хутор, а там уже из зверей открыто май. Там Прибалтийский лето уже, свой урок. Выговорили все с белым флагом, то есть сдались. Медали за отвагу, за взятие Берлина, победу над Германией, а также ордены Красной Звезды и Великой Отечественной войны, первой и второй степени, дорогие сердцу Алексея Парфенова награды. Подвигом ветерана городится его семья. Почти все они живут в Анапе. А год назад на курорт переехал и Алексей Петрович с дочкой. В Новосибирске, понимаете, там город не герой, поэтому там не чувствуют вот так, как здесь в Анапе. Мы, конечно, были вообще ошарашены. Очень приятно ошарашены, что вот здесь так хорошо справляют 9 мая. Сложно поверить, что Алексею Петровичу уже 97 лет. Ветеран ведет здоровый образ жизни. Почти каждый день гуляет по набережной, делает зарядку и не имеет ни одной вредной привычки. Как считает дочка Алексея Парфенова, это и есть его секрет долголетия. Я на него равняюсь. Так же стараюсь здоровый образ жизни вести. У него характер такой, вроде казалось бы и мягкий человек, и в то же время есть стержень. То есть сказал и бесполезно спорить. Гостеприимный, общительный, обладающий энциклопедическими познаниями ветеран, таким Алексей Парфенов предстал и перед нашей съемочной группой. День Победы для героя – самый дорогой и долгожданный праздник. 9 мая за большим столом соберется вся семья ветерана, а главное – внучки Алексея Петровича, с которыми он сегодня делится своими воспоминаниями. Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Скорость. Она оправдана на гоночных треках, а вот на дорогах общего пользования ее превышение приводит порой к трагическим последствиям. Зачастую водители знают об установленных стационарных камерах видеофиксации, стараются не нарушать. А вот в местах, где их нет, многие автовладельцы пренебрегают безопасностью. На борьбу с такими нарушителями вышли сотрудники РОТО ДПС. Теперь при помощи специальных устройств они будут выявлять таких автомобилистов. В очередной рейд вместе с полицейскими отправился и наш корреспондент Руслан Душевский. Это Симферопольское шоссе. Один из сложных участков для сотрудников ГИБДД в Анапском районе. Большинство водителей при въезде в город с федеральной трассы элементарно забывают скинуть скорость. А многие, просто игнорируя предупреждающие знаки, нарушают намеренно. Недавний трагический пример. Именно на этом месте из-за несоблюдения скоростного режима погиб человек. Мужчина допустил выезд на полосу встречного движения. Многие нарушители пытаются спорить с сотрудниками ДПС. Якобы такие спецсредства по фиксированию скорости запрещены. Но это не так. Приказом номер 681 от 17 октября 2019 года разрешено некоторым подразделениям территории Краснодарского края пользоваться приборами видеофиксации скоростного режима ВИЗИР-2М. В эти города также входит и город-курорт Анапы. А это уже Анапское шоссе. Несмотря на ограничение 40 км в час, водители также игнорируют знак. А далее уже отработанная процедура – остановка по требованию сотрудника, предъявление доказательства превышения скорости, составление протокола и штраф. Девушка, а почему нарушили? Спешу детей забрать мне. Там же 40 знаков. Да, не знаю. Нарушает водителей в самом городе. Излюбленное место для превышения – участок новой дороги на Ленина от Промышленной до Амелькова. Как говорят сотрудники ДПС, особенно отличаются водители такси. Вот и очередной гонщик. Вместо разрешенных 40 км в час едет более 70. Взмах жезлом. Общения с сотрудниками полиции не избежать. Водитель недоволен. Очередной заказ сорвался. Все оборудование, которое используют сотрудники полиции, сертифицировано и опломбировано. Данные, которые фиксирует прибор, являются неопровержимым доказательством добычного нарушения. В том числе и в суде. На данном приборе фиксируется нарушение, то есть скорость. Здесь имеется видеофотофиксация. Нарушение с данного прибора не удаляется. Остается в памяти. Хранится. Такие рейды – это вынужденная мера. Число жителей Анапы неуклонно растет. Растет и количество нарушений, связанных с превышением скорости. И статистика показывает, что контроль на дорогах необходимо ужесточать. У нас на территории обслуживания зарегистрировано 661 дорожно-транспортное происшествие, в которых 6 человек погибло, 67 ранено. По причине несоответственной скорости конкретным условиям, совершено 11,6% от всего ДТП, то есть это 5 дорожно-транспортных происшествий. На основании этого ведется работа с визиром, скоростеймером визиром 2М. На данный момент, за текущий период 2020 года, выявлено 650 нарушений. И за март месяц только уже составлено 284 административные материалы за превышение скорости. Подобные рейды в муниципальном образовании теперь планируется сделать регулярными. На выявление нарушителей правил дорожного движения будет направлено сразу несколько экипажей дорожно-патрульной службы. А к началу курортного сезона количество патрулей планируется увеличить. Руслан Душевский, Анапа, регион. Внимание, экстренное предупреждение. По данным МЧС, до 27 марта в Анапе ожидается северо-восточный ветер до 25-30 метров в секунду. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций необходимо предпринять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Напомню, все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. Чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также аккаунты в Instagram, Facebook и ВКонтакте. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова